Всем привет! И мы снова снимаем лягушат в новом содержании. Можно увидеть одного лягушонка здесь. Они все спрятались под бревнышко. Временно я их пересадил в лоточек, чтобы почистить их акватеррариум. И они все группируются именно под деревом. В случае, если мы уберем дерево, они сразу станут активными и попытаются сбежать. Один начал прыгать и остальные трое. Пошла движуха. Кто-то у меня тут уже попытался сбежать. Один сбежал, пришлось срочно его догонять. Вот этот лягушонок самый непоседливый, самый трусливый из всех. Вот это наоборот, достаточно контактный. И нын лучше всего воспринимает. О, опять убежал наш лягушонок. Опять мы его будем ловить. Притом как можно быстрее. Как бы он не забрался в те щели, в которых мы его не достанем. Дева техники. Но все-таки глаз да глаз за ними нужен. За этими лягушатами. Итак, у каждого лягушонка свой характер. Как мы можем догадаться, вот этот вот у нас самый трусливенький. Можно посмотреть, что у него характерный, так сказать, окрас. И он самый маленький из всех. Потому что питается слабо. Пока все остальные активно охотятся на сверчков, которых я запускаю. Этот где-то прячется в щели. И чтобы покормить его, приходится доставать отдельно. Точнее, чтобы он был достаточно упитанным. Так-то он, конечно, получит свои крохи. Но последним это будет не очень приятно, не очень много. И, скорее всего, почти ничего. Поэтому периодически приходится давать ему насильно запирать в каком-нибудь контейнере с кормом. Или просто водить перед ним голодным едой, движущейся буквально по несколько минут. С другой стороны, у нас есть вот этот вот лягушонок. Он один из самых крупных. Выделяется также окрасом. Он достаточно контактный. Его можно практически спокойно брать на руку. Если только он не сильно застрессирован. Активно охотится. Тоже один из двух самых крупных. При этом он понимает, если перед ним маячат каким-нибудь кормом, который неподвижен. А лягушки очень хорошо реагируют на движущийся корм. Если потом с пинцета этот корм положить, то вот этот вот лягушонок в конце концов додумается до того, что это что-то съедобное и надо это съесть. Поэтому проблем с прокормкой его не возникает. Также он достаточно более-менее спокойный. Не пытается активно убежать, в отличие от остальных. Ну и в целом радует глаз. И приятен. В общем, очень приятный лягушонок. Ну и посмотрим на остальных. Далее выделяются у нас двое. Вот у нас один из самых крупненьких. Это он со стрелой на голове ярко выраженный. Он очень активный охотник. Очень активный. Когда начинается кормление сверчками, он впереди паровоза, впереди планеты всей. Активно прыгает, активно кушает. Очень активно пытается всех заглотить. Как можно больше. Ну и соответственно, чем больше скушаешь, тем больше вырастешь. Сам он не очень контактный, но со временем, если сытый, дается на руки более-менее. Без особых нервов. Ну и наконец, вот этот лягушонок. Он у нас средненький по размерам. Его пятна на спине наименее ярко выражены. У него есть стрела, но он тоже сбежал. Он не такой активный охотник, как остальные двое, но и не сильно трусливый, как тот первый, которого мы обозревали. Тем не менее, он также достает в развитии, в размере. И периодически я его подкармливаю насильно. Ну, что поделать. Сейчас они приобрели несколько однотонную зеленоватую оттенок на фоне деревяшки. Но в террариуме при освещении они гораздо более цветистые. Пожалуй, сейчас я займусь тем, что буду выпускать их. Заодно немножко подкорректирую сам акватерариум. Вернусь чуть позже. А мы возвращаемся к акватерариуму. Поскольку наши лягушата растут, им необходимо менять условия и раньше. Еда для них вот на эту небольшую пробковую кору подавалась. куда они быстренько залезали и кушали все необходимое. Теперь ситуация несколько изменилась. Они уже большие. Они сами в состоянии опрокинуть эту коряшку. И поэтому для них мы придумали коряшку побольше. теперь для них сделан вот такой своеобразный туннельчик, где достаточно много воды. И сверчки, основной их корм, который они едят, как только сверчки начинают ползать, они непременно начинают свисать вниз головой, бегая по потолку. вот буквально внутри туннеля. Вот тут у нас один лягушонок виден. Это у нас самый пугливый. Ну, а чуть вдали мы увидим другого лягушонка. К сожалению, из-за стекла не фокусируется. За ним еще один. Собственно, вот мы можем увидеть сверчка, который также забрался и перемещается так сказать, по туннельчику. И забавным является то, что лягушки, находясь в это время в туннеле, начинают прыгать и есть бегающих по потолку сверчков. Выглядит это очень интересно. Ну, и несколько развивает их моторику. Ну, по крайней мере, я так считаю. Глубина воды примерно сантиметра три-четыре. Им хватает это для того, чтобы опираться на задние лапы и вынырнуть. Чтобы подышать. Вон, как он тот лягушонок делает. Отдельно занимает примерно треть террариума сухая зона, где они ночуют, куда они зарываются в случае, если им нужно охладиться после того, как они нагрелись от солнечного света. Ну, или от света лампы. Вот у нас наш основной охотник. Собственно, благодаря тому, что мост свагнум на серос не сухой, так сказать, не спрессованный, а именно влажный, они успешно зарываются прямо в мух и длительное время отдыхают, охлаждаются буквально под травой. Плюс раскиданы всякие коряшки. Там арочка, тут арочка, здесь, так сказать, прикрытие теневое от солнца, от света лампы. Ну, и таким образом создаются достаточные условия, я считаю, для наших лягушат. Конечно, со временем они раскидают вот эти мелкие камушки, они будут от берега гораздо дальше, а сам берег станет более, так сказать, плавным, а не обрывистым, как я сейчас сделал после уборки. Но что поделать, это издержки, так сказать, природа подстраивается под ее обитателей в данном случае. Движение создает жизнь. Собственно, наши лягушки немного отдохнут, привыкнут к свежей воде, которая менялась чуть ли больше, неделю назад и выберут для себя занятия. Кто пойдет отдыхать, кто будет греться, кто попробует поймать кого-нибудь себе на обед или на ужин. Кстати, буквально позавчера я впервые услышал, как они квакают. Такой маленький, тихий, одинокий квак. Несколько раз в ночи в ночное время суток. К сожалению, записать это не удалось никак, потому что, ну, поди застань их за этим делом. Ну и потом, что снимать в темноте, если включить свет, они перестанут квакать. Ну, вот так и живут. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч.